Вести Хакасия на телеканале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. Дело убийцы Ольги Швецовой передано в Верховный суд Хакасии. Мы рассказывали, что в январе этого года женщина выехала из Сорска в Усть-Бюль на своем автомобиле и пропала. Ее искали на земле и с воздуха нашли только спустя неделю в сгоревшем автомобиле. По данным следствия, дело было так. Ольга Швецова остановилась на обочине, чтобы попутно подвезти обвиняемого. В процессе движения мужчина потребовал остановить автомобиль и отдать ему все, что есть деньги. У женщины было только 300 рублей. Забрав их, обвиняемый уже собирался выйти из машины, когда потерпевшая сообщила, что у нее есть знакомые в правоохранительных органах. И она это так не оставит. Тогда мужчина пересел за руль и поехал в безлюдное место. Остановившись на склоне холма, он связал потерпевшей руки веревкой от автомобильного чехла, после чего с помощью ремня безопасности задушил женщину. Сняв с ее шеи золотую цепочку, он поджег автомобиль и скрылся. Теперь ему предстоит ответить за грабеж, убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. В Хакасии продолжают гореть леса и степи. Только за вчерашний день пожарные 26 раз выезжали на ликвидацию палов травы. А с начала весны они уже 200 раз тушили степные пожары. Основная причина – человеческий фактор. Люди сжигают мусор на дачах и поджигают старую траву на полях. Ситуация с лесными пожарами более спокойная. На сегодня было ликвидировано 5 очагов возгораний на площади 11 гектаров. Леса горели в Устябаканском, Москиском и Бейском районах. Все возгорания были потушены в течение суток. Накануне выходных лесники и сотрудники МЧС предупреждают жителей о том, что в степях и лесах сохраняется пожароопасная обстановка. И надо быть предельно осторожными при обращении с огнем. За разжигание костров предусмотрена административная ответственность. В эти минуты в селе Аршаново начинаются общественные слушания. Участники заседания, среди них представители разреза, профильных министерств и местные жители, обсудят заключение глав госэкспертизы проекта угольного предприятия. Кстати, с выдержками заключения глав госэкспертизы России по Аршановскому разрезу могут ознакомиться все желающие. Документ публикуют на официальном сайте Министерства регионального развития Хакасии. Частично, так как полный текст занимает более 140 страниц. Отметим, вложения инвесторов в социальную сферу села Аршаново составили уже 10 миллионов рублей. Эти средства выделило руководство разреза Аршановский еще до заключения соглашения. Подписать трехсторонний договор о сотрудничестве между правительством Хакасии Алтайским районом и разрезом планируется в ближайшее время. Согласно ему, до 2016 года руководство предприятия обязано будет вложить 17,5 миллионов рублей в социальную сферу села и района. В списке, например, ремонт школы и строительство водопровода. Сегодня подведены итоги республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование. В состязании участвуют как районные центры, так и небольшие деревушки. Победители не только получают звания лучших, но и солидные премии, которые могут направить на развитие своего села. Борьба развернулась нешуточная. В финал вышли 18 поселений. История республиканского конкурса среди муниципалитетов началась в 2007 году. Цели благие – стимулировать сельские власти, а те, в свою очередь, местное население на активную общественную деятельность. Реализовать все додумки и планы помогает призовой фонд. Кстати, за пять лет он увеличился в 20 раз. Вырос до 6 миллионов рублей. Победители в номинациях получают приз – 400 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на воплощение проектов. В списке самые разные идеи. Большинство вполне осуществимы при наличии средств. Благоустройство сквера, детской площадки, аллеи славы к мемориалу Победы или восстановление уличного освещения, капитальный ремонт дороги и реконструкция сельского стадиона. Всем тем, кто скептически относится к программе развития малых сел, похоже, будет дан весомый ответ к конечным результатам. То есть именно развитием таких небольших населенных пунктов. Программа должна принести ожидаемый положительный результат. И в чем именно он будет выражен, в интервью нашей телерадиокомпании рассказал глава Хакасии Виктор Зимин. Также он сказал о том, почему, несмотря на прошедший ледоход, по-прежнему не стоит терять бдительности. Интервью смотрите сразу после выпуска новостей. Завтра в Хакасии состоится общереспубликанский субботник. Но части организации и предприятий начали убирать городские улицы и загодя. В частности, в Абакане сегодня в субботнике принимали участие представители 50 организаций. С подробностями Виктор Лушников. Весной город выглядит очень неприглядно. Дворы и газоны завалены не только прошлогодней листой, но и бытовым мусором. По традиции, порядок вокруг многоквартирных и частных домов наводят жильцы. Центральные улицы и скверы закреплены за специализированными городскими коммунальными предприятиями. Листва. Листва елки. Ну, маленькая елка есть, мусор всякий. Ну, так, чтобы это... За чистотой следить надо елки. Надо не раскидывать, не собирать все. И тогда будет чистота елки. Остальную территорию очищают работники абаканских предприятий, организаций и учебных заведений. Студенты Хакасского политехнического колледжа на субботнике уже второй день. Кроме территории, вокруг своего колледжа им запланировали уборку городского путепровода по улице Тараса Шевченко. Мусора очень много. Люди не хотят, только пакостят, а убираться не хотят. А нам приходится за них все это дело убирать. Вот автомобилисты в гаражах могли бы сами убирать за собой, а не мы убираемся за ними. Не сложно. Мы пошли. Все лучше, чем на парах сидеть. Лучше по городу погулять, поубираться. В прошлом году работники спецавтобазы ЖКХ вывезли во время субботника в Абакане около 2000 кубометров мусора. Не меньше ожидается и в этом году. Ведь на уборку городских улиц выйдут 2500 человек. По республике в субботнике примут участие более 10 тысяч добровольцев. Сроки начала охоты в Хакасии перенесены на месяц. Такое решение было принято с целью сохранить популяцию глухаря и тетерева. Теперь добывать птицу можно не в апреле, а с 1 по 10 мая. Вместе с уткой и селезнем. Дело в том, что сейчас у пернатов начинается ток. С года в год глухари и косачи такуют в одних и тех же местах. На опушке и пригорках в лесу. На лугах с отдельными деревьями и кустами. В Хакасии глухари обитают в основном в Усть-Абаканском районе. Именно во время атакования птицы становятся легкой добычей. Теряют бдительность и крайне уязвимы. В общем, как бы ни возмущались охотники, власти республики настояли на своем. Ради сохранения популяции официальное открытие сезона охоты на глухаря состоится в мае. Диалог со студентами попытались выстроить республиканские энергетики. В стенах технического института прошла встреча представителей магистральных электросетей со студентами. Как и другие передовые организации, федеральная сетевая компания делает ставку на молодежь. Как оказалось, сама молодежь не против. Константин Кравцов о настоящем и будущем хакасских сетевиков. Павел Демидов – инженер-энергетик. Его роль на подстанции – одна из ключевых. Нужно следить за показателями приборов, чтобы ничего не вышло из строя. Сюда поступает электроэнергия, которую вырабатывает Абаканская ТЭЦ. А потом передается в сети Абакана Черногорского узла. Профессия очень интересная. Все-таки такая серьезная. Не то, что там какая-то торговля или что-то. Чувствуешь ответственность за людей, за то, что ты таким большим объектом управляешь. И от тебя зависит благосостояние многих людей, работа энергетических объектов, заводов. Еще несколько лет назад Павел учился в этих стенах. Технический институт готовит энергетиков. Сегодня представители магистральных сетей пришли знакомиться с потенциальными коллегами. Рассказать о преимуществах компании, так сказать, других посмотреть, себя показать. Многие студенты приходят на предприятия, которые абсолютно не связаны с их специальностью. И не знают, что они могут достойно пройти практику, получить бесценный абсолютно опыт. Пройти практику с наставником, у которого за плечами не только опыт, но и знания. Сегодня на Хакасском предприятии магистральных сетей работает больше полутысячи человек. Требования к сотрудникам самые высокие. В ответ компания дает массу социальных гарантий. Жилье нуждающимся и программы поддержки лишь малая часть. Очевидно, сегодня многие студенты сделали свой выбор. Там возможностей для развития больше. То есть перспективы роста. Мне нравится. Вот я сейчас на четвертом курсе. И вот больше и больше убеждаюсь в том, что это мое. К слову, возрождая традиции, энергетики Хакасии впервые в этом году набирают стройотряды. Уже сейчас из желающих студентов выстроилась очередь. Но так или иначе, отобрана будет двадцатка лучших. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Антон Новожилов. Вести Хакасия. Хакасии выберут самый страшный подъезд. Такой конкурс организовала Республиканская жилинспекция. Представители ведомства призывают жильцов фотографировать свои неухоженные подъезды и отправлять по адресу, который сейчас на экране. Заявки будут приниматься до 28 мая. А 31-го специалисты жилинспекции уже назовут победителей. Организаторы намерены выбрать трех рекордсменов по захламленности. Остальные участники тоже не останутся без внимания. По всем заявкам на конкурс, жилинспекция проведет проверки управляющих компаний. Будь он человеком, вмиг обрел бы славу дурно воспитанного. Но он просто лось, который показал язык. Получилось довольно забавно. Сотрудники Комитета по охране животного мира сделали эту фотографию в заказнике Кискачинский в Узбюрской тайге. Ну а чтобы любой желающий мог любоваться дикими животными Хакасии, на портале правительства в интернете планируется создать фото-видеогалерею, которая будет постоянно пополняться пейзажами и зверями. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что наши новости вы также можете смотреть на сайте телекомпании. Набирайте в адресной строке вашего браузера вести-дефис-хакасия.рф И будьте всегда в курсе событий. А я с вами прощаюсь. Берегите себя.